Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии Замайя. Сигмерс Цивилизейшн 5. Игра на шестерых. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, вот портуналец и город поставил. О, блин. Лошадь очень не в тему тут. Конечно. Ничего себе тут места козырные. Просто козырные. Это что здесь за куча рыб и жемчуга? Коммерцию, наверное. А чего портуналец? А зачем тебе? Ну, типа, что мы проплыли друг у друга. Эти, вот, треремками. Разведывали. Ну, это все в рамках, опять же, я же говорю, абсолютно дружеским настроенным. Ну, что ты там этот так подхихикывал немец. Немец, он всю игру будет подхихикывать, строит чудеса и подхихихикает. Это как бы его перестанут. Видишь, какая-то репутация лаки. Да, просто я. Больше его хихикать не слушаю. Серьезно. Не, я чудеса больше не буду строить. Но хихикать буду, да? Рвать демографию и хихикать. Так, а где я рву-то? Ромка, так у меня золотой век. Население у тебя, жратва, я вообще четвертый. Наука это все временно. Четвертый. Эх, Венеция, тебе бы городок слева бы поставить. Ты видел там места? Да. Вот поэтому Венецию, блин, брать, ты понимаешь? Поставил в таком говне, а тут, блин, такая шоколадка. Да, да. У меня, ну, третий раз до сегодня троллит игра, когда я оставляю город, потом разведываю и вижу то, что я вижу. И грустно, ничего поделать. Ну, а сейчас я стану дружбаном Квебека. Так, пожалуй, вернусь. Я думаю, мы этого коня пикинером и так завалим. Хороший небо какой. Все, Португал, тут лагеря все зачищены. Можно караванчики спокойно пропускать, наконец. Окей. Блин, а где ж немец-то? Соединение с хостом утерянным мне написали. Ты вылетел. Давай ты зайдешь обратно, только предупреди нас, чтобы мы откатили ход. Я пока кровава на них пограблю. Сколько у тебя там бегает? Я готов сходить. Кто-нибудь может подкатить и черт. Я хочу. Сходи. Я еще раз предлагаю хостапы менять. Ну так пусть лагеря выйдет просто. Ну давайте, да, сейчас он зайдет, я уйду. Так, ну кто перезайдет? Хотя, подождите, я проверю, может я хожу. А я хожу. А я хожу. Я хожу, не надо, подожди. А, я тоже хожу что-то. Ну все, играем, значит. Кто-нибудь не ходит, есть такие люди, нет? У меня ходит. Ну все, везу-ка, базу-ка. Да, блин. Это лошадь тупая. Ну как, не тупая, конечно, умная. Я никогда не был так рад, 70 золота, который получил в лагере, в рынке. Странно, где ж немец? Так, пагода втекали, отлично. Ну и что взять? Может инженера на печатный пресс? Или вообще на Мачу-Пикчу? Давайте инженера на Мачу-Пикчу возьмем. Куниционер, глянь. Мешки, выдавая посольство, или что я тебя тут пропускать должен смотреть на мою территорию? Я помню, с посольствием я не буду против. Да я могу и не ходить. Окей. Так, тогда мне надо гильдии открыть. , так, давайте. Майя, мать. Майя, мать. Майя, мать. Майя, мать. Португалица, там вот между Монако и Ханоем лагерь варваров был, может есть, я не знаю. Ты с ним ничего не делал или ты вообще его не видел? Там где сахар еще? Ну, скорее он рядом с железом стоит. Выше сахара, слева от железа. О, Леша, мы где-то с тобой нашлись. Да, я его зачистил. Отлично. Блин, ну эта лошадь очень тут мешает, конечно. Приходится всех юнитов выводить. Так, какие-то мы в мастерскую. Так, здесь. На еду. Ну, тут мы сад закончили. Бизнес, это ночь, свою церковь подвески. А потом уже в мастерскую. А какую? Который португанец. Болин, я думал, это немец в Пусть. Но я хотел, что же попросил, пытаясь. Блин, на слоны интересную никому. Хтукалец, это дальше мне не распространишь? Пока откажусь кому. Ну, Лиму. Я полностью могу с твоей репетией. Ну, ой-ой-ой. Леш, а что так? Ну, мне не надо пока. Он мне не дал посольство. Я просто сорил, ты мне... Ну, вообще нельзя так вслух говорить. Какие ты мне ресурсы там предлагаешь. Блин, не успел. Хотя, может, и правильно не успел. Че? Блин. Ну, эта лошадь тупая меня достала. Просто вообще сил нет. Это видео выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии ConsoleWord.ru В предстоящем обновлении, которое выйдет в течение недели, ощутимо изменится баланс, порядок развития и сильно возрастет скорость строительства. К тому же, недавно в игре появился глобальный космос. Так что загляните на ConsoleWord.ru и после регистрации введите слово-сочетание Леша Рептилоид. Давайте, наверное, дорогу в Ушмале уже проведем. А вот это португалец, почему госслужбы-то не открыто до сих пор? Я думаю, он в Голиасы. Ну, ты обещал то, что не пойдешь туда. А, что? Ну, ты видел? Нет, я сказал, что мне надо через твою территорию уходить. Я не сказал, что я не пойду никуда. Ага. Вот что началось. Ну, ты обещал, ты не держал обещание. Я не говорил, что... Я ничего... Слушай, Сириус, я не говорил, что я обещаю тебе туда. Я сказал, что мне не надо через твою территорию. Я вот конкретно такое слово сказал. Мне не надо. Ты говорил, давай откроем посольство, типа, ты пойдешь через мою территорию. Я обещал, ничего себе. Готов замириться сейчас, но ты мне даешь посольство. Можем, если у тебя есть открытые границы, захочусь все по-человечески сделать. Мне не нужно не открытые границы, я хочу ходить там, где не открытые границы. Не открытые границы. Окей. Сириус, в этой игре какой-то агрессивный, да? Да ничего себе агрессивный, блин. Я тебе предложил хорошие эти варианты. Ты отказался. Нет, они только с твоей стороны хорошие. Вообще, с моей стороны, хорошие. Ну, вот не знаю почему. О, я еще и рабочего спер. Да, я вернул ГГшки, спасибо. На здоровье. Как ты его вернул ГГшки, если это не ГГшный был, рабочий? Рабочий. Ну, может, ты не встретил эту ГГшку? А-а-а, вот в чем дело. Лаки. Может, не... Нет, не буду возвращать. Да, Лаки. Какой-то люкс, посмотри, можно тебе у меня из моих? Здравствуйте. Слушай, немец, а мы тут... Это португалец говорит, мы тут с венецианцем заключили такое соглашение, они воевают тут на парусном флоте. Может, мы с тобой его заключим? Ну, ты видел, как там тут с тобой вытасся? Чего? Через всю карту. В смысле, через всю карту? Ты мой сосед. Голиасов? Нет, на парусном флоте, не на Голиасов. Что? А зачем ты во фрегата идешь? Ну, потому что я... Ну, ты сидишь с двумя городами, да? Ты до конца игры будешь с ними сидеть? Ну, блин, португалец, мне твои города точно не нужны. Я вон ГГшку сейчас захватываю. Ну, давай тогда, если не нужно, тогда заключим его и на парусном флоте. Окей. Окей. Ох, ну, венецианец. Чего? Да, да, здорово. Так что, все друг друга встретили? Да. Есть кто-то, кто кого-то не встретил вообще? Давай так еще динарно поменяем. Нет реально динарно. Да, пожалуйста, знаешь, я... Я тут вообще ко всеми дружить, со всеми дружить готов. Так, что мне надо? Шелк. Слоны. Хорошенькая у тебя лакета, Петра такая. Хорошенькая. Не зря, Паша. Серьезно, где ты ее видишь, скажи? А-а-а. Португалец, мне у тебя слоны нужны. Ты посмотри, ты хочешь что-нибудь один на один поменять? Сейчас. Проверю, может, что какие-нибудь с лагеря появились. Не, мне твои не нужны. Венецианец, а тебе? Ну, я глянул уже сразу, вот, но что-то ничего не нужно тоже. Ну, не знаю, так, если это какой-то акт, там, дружбы, знаешь, прям, вот, почти любви, я готов. Что? Почти любви? Ну, типа, да, ну что, сидим с соседней, чем не мешаем друг другу. Ну, то есть, мне вообще не нужно это, реально. То есть, если я это могу сделать, то это исключительно... Ну, выбирай любой ресурс. Только мы не будем считать актом любви, хорошо? Ну, если на медь поменяем, который у тебя три, это будет считаться актом любви? То есть, у тебя еще просто так 4 настроения, да? Да у меня настроения дофига, я как бы отказываюсь с другими торговать пока. А, я знаю, как мы можем красивую сделать. Смотри. Только давай без посольства. Вот, вот, вот. Я тебе заранее говорю просто. Тогда, тогда нет. Раз мы не до конца вот откровенны друг с другом, тогда к чему нам? Я боюсь этих актов любви. Я тут все свои, все пойму. Так, уж маля растет. Нет, пускай закончит воркшоп строить. Железо. Блин, вот еще лагерь. Магадиш Монако хочет торговый путь. В寶 Телец. Не знаю. Продолжение следует... 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 Чё, Венеция? 21 столица, а? Охренеть. Да, науку сейчас разрывать будешь. Вообще. В один город. Рву как не могу. Тут я думаю, чё же Венеции банят? Слишком обалата, я понял. Суды, четыре золота требуют на содержание. Я думаю, чё у меня денег-то нет. А-а-а, сиднейский рабочий. Не удалось освободить. Лаки, чё, ну вот только я тебе хотел подсказать, чтоб ты не тратил ходы и чё там нифига нету. Экспроссиема не ел кил с личного этого. Да, да. Не успел я. Да уже вот там шпиону появится. А чё тырить тихи? Тырить тихи, тырить тихи. Ребята! И только сейчас понял, что мы что-то не делаем. Что должны делать? Что? Договор об исследовании. Как ж скучно. мне видеть сеансы будет не скучно куда я улетел в один город твои прохладные истории имеем морскую стольню у тебя столица под горой морская бывает бывает только у тебя когда у меня последний раз была морская столица под горой так как шесть не знаю я просто споты всегда просто как бы подборный сабон но слушая не всегда стоит но сколько я не захожу знаешь типа вот от встречи там улаке там в ком турнир очки или там чего и у тебя всегда просто соли соль на соли просто я ждал корзунки на пинг на имя раз в курнице я так понимаю что венецианец в банковское дело вышел да видимо него там патронажик мне просто говорят бабки это всегда круто что-то лёш ты же мог эту информацию продать а не вот так вот просто вот почему сабон мальтарик раздать тебя же все встретили зачем мне продавать кому это нужно любой может открыть тему дерево технологий вот ленивому лаки это обязательно нужно уже не посмотрим не проверим а я думал что он этого страна я тоже думал в страну у меня оказалось банковское дело ну как бы вообще логично если у него караваны на деньги там бегают слушайте а кто там предлагает в конгресс у меня предложение ну бан венеции банка гэшик ну так типа чтобы на всякий случай я не буду это не это моя всякий случай это просто единственный вариант чтобы в венеции не было все хорошо против в венеции и потом все будет и так плохо зачем я сейчас еще когда когда это будет потом все плохо с чего бы ну когда она по науке сядет когда это на 10000 ты ты разговариваешь людьми которые никогда за венецию что ли не играли или же нет ну подожди но я вот сколько играл за венецию даже в самых тепличных условиях в тот момент когда берутся идеологии в этот момент венеция начинает как бы ну по науке а потом и нет соберут последние автократии бля да 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 плюс 400 голды вход там десять тысячи золота сразу у человека я знаю это когда блин покупаешь не просто ядерки покупаешь к скому за один ход и собственно всем гг тут есть португал который меня будет задерживать в этом плане мой пары мои бары прямо интересно кто кому посадит шпионов и кто кому что в приват будет писать да все в предвкушении я не знаю я чтоб тех и воровать артист торговец так я могу в принципе торговца в монако и засоюзить чтобы побольше культурки было ну и денег поднять конечно все откладывать это дело так тут конечно я думаю не нужно нет давайте мы в астрономию заглянем у меня три города под горами я думаю обсерватории будут очень в тему так а а а и а а а и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну я так и думал, да Что предложить вам там? Ну я предлагаю эмбарго ГГ А что у нас с тобой пошло не так, что ты хочешь меня вообще выпилить из игры? Ну просто ты Венеция, ну блин, ну... Ёлки! Я твои единственные соседи, я понимаю Причем тут выпилить, ну ты просто кучу денег имеешь с торговых путей Если есть возможность помешать вот соседу таким образом Не играй за Венецию А ты имеешь кучу промки с того, что у тебя 4 города А еще и куча науки Да, так у всех остальных тоже есть города, они тоже будут иметь А такая вот офигенная способность именно у тебя только Ну и... Она мне компенсирует то, что нету городов То есть она как бы узнал Слушай, я в любой игре, в любой игре, где есть Венеция Я всегда буду это предлагать Ну просто, ну блин... Ну потому что потому что потому Не дело в том, что там сосед, не сосед Леш, сейчас... Сирис, что ты хочешь там? Я вот за эту сумму готов выдвинуть в чате в Англии о Миде Остановлю всяк, как я понял, Майя По-моему, тебе это выпили Я бы на твоем месте в Венеции с ним ничего не давал Потому что я просто минец... Я просто Миде никому не торгую Меня и так куча счастья Ну посмотрим Ну я просто сейчас предлагаю, давай Не, ну прям сейчас я не могу Мне очень нужно сейчас для развития Ты пагоди дашь, да? Я могу тебе потом дать Потом я тебе могу дать Но сейчас не могу У меня пагоды У меня этот Нотр-Дам построен То есть у меня счастье просто завалить Я даже ни одной арены не строил Именно для этого Плюс еще у меня мечети будут покупаться Которые еще плюс одно счастье дают Хотя бы вот четверть сумму можешь дать? Пишусь пока Проблема с голдой у меня Не понимаю, зачем У человека проблемы с голдой Зачем ее решать? Ну вот у тебя есть просто сосед Зачем ему просто гадить? Когда вот у нас с тобой вроде никаких нету Да не был бы даже моим соседом Это Венеция Блин, я просто играл за Венецию Ну Че в гимбалке? Дать накопить Венеции золото немерено Это просто Ну Не дело И чем раньше это обрубить, тем лучше Причем тут сосед, не сосед Нет, ну это значит на уровне того, что Распилить какого-то пятого игрока шестого Условно, чем раньше, тем лучше То же самое Вот то, что ты предлагаешь Это убейте Венецию в игре Зачем? Ну, потому что иначе в будущем Тебя уже ничто не остановит Так, ну вот Если тебя не остановить сейчас, образно говоря Вот, грубо говоря, я могу так же предлагать Если вот мы сейчас не остановим маю То в будущем ее место Да, конечно, ты можешь это предлагать Но дело в том, что у всех остальных Такие уже условия Ну, там, плюс-минус в каком-то виде Как у меня То есть они тоже там города оставили Они как-то развиваются У них есть какой-то план дальше А как развивается Венеция Все прекрасно знают Вот насчет прекрасно знать Я бы поспорил Потому что народ, мне кажется, очень плохо знает Венеция вот идет В принципе И вот если обрубить Меня сейчас полностью от денег Которые вот я посылаю К ребятам я посылаю К каравану То есть к португальцу К немцу Хотя до немца еще не доходит То Ну Венеция просто выпадает из игры Без караванов она не может Ну, так Очень простой ход Эмбарго на Венецию Никаких усилий ни от кого не требующий Выключает одного соперника из игры Не надо из Венецию играть Вообще не понимаю Вот Да, майянец останется в одном конце карты И в любой момент может забрать Венецию И усилиться Ну вот Лайком То есть По-моему Венецию может отбить Потом сразу Любой Морской человек Ну это ресурсы надо тратить А так ты это сделаешь просто безболезненно Здесь В смысле безболезненно Почему я безболезненно То есть я не буду Каким образом я захвачу тебя Не тратя ресурсы Ну, наверное, потому что Ты видишь мою промоку Ну, честно Не сложно В 9-3 Но у меня она Да мне достаточно Эмбарго на тебя наложить И все Зачем мне тебя захватывать потом Даже, ну Потому что у меня чудеса Потому что у меня Какие у тебя чудеса Да, я гляну, что у тебя за чудеса Вау Стоунхендж и колосс Ничего себе Вот открой Колосс вообще хорошее чудеса Открой чудеса Посмотри, какие чудеса у немца Вот это чудеса Так чудеса Не, ну хорошо Но ты Как бы тем самым Ты убираешь ему Морского конкурента Например, опять же, да? Вот у немца чудеса У меня ставка на португальца Как морского конкурента Ну, ты вот ставишь на одного Конкретного человека Хотя ты можешь нормально Как бы, ну Оставлять конкуренцию Человеку На море Вот И ты вот Ну, Венеция Это нормальный конкурент То есть Я одного Ну, я не смогу продавить Их тоже двоих Например Или там одного У кого-то То есть У нас как бы Живая борьба на море А ты как бы Выключаешь меня И оставляешь их 50 на 50 Я не вижу Живой борьбы Я слышал, как ты И с португальцем И Кто там второй Я уже забыл Договорился не воевать Я не вижу тебя Как конкурента на море Им Одному и второму Не сейчас Потом Ну, потом Ты просто Тебе будет плевать На всех нас Откровенно говоря Ты будешь Конкурентом Всем нам Ну, я не знаю То есть Я же Понимаешь Это Я понимаю Почему ты меня Уговариваешь Там же Голоса Не я же Один решаю Я буду голосовать За эмбарго Венеции Но Как остальные Решат Я не знаю Я пытаюсь Как раз По-моему Это очень простой Способ Убрать Конкурента Очень Простыми методами Без всякой Войны И без ничего Зачем мне Потом тебя Забирать Если ты уже Не игрок Города твои Далеко от меня А ты можешь Что-то немцу С моря Сделать В смысле Могу Конечно Могу Опа Опа Венец Что там Нет В смысле Мы на одном Море Находимся Привет Кто возвращается Назад Травану Чего возвращается Возвращается Травану К твоим караванам Чья Немецкая Немецкая Да не Я не в том плане Ну то есть Чисто технически Меня Знаешь Я не то что уговариваю тебя Там Ну Не голосовать Против меня Я просто пытаюсь понять Как бы так скажем Синхронизировать Наше понимание Ситуации То есть зачем Вот просто меня Брать и выключать Я просто Вот это у меня Настолько Ломает Мою логику Что Просто потому что Можно Ну блин Просто потому что Можно Можно попилить Кого нибудь Там Зачем просто так Вырубать Венец из игры То есть либо ты На самом деле Это не конкуренты Это никак не требует От меня усилий Зачем убирать Конкуренты Из игры Такой вопрос Затем Потому что Он конкурент Ну понял Ладно Вот это понятно Все То есть Вот на этом Урне Венец из игры Что все С исключением Венец Да Вы можете Просто завкусить Если тем более Там Несколько лиц Условно То все Венеция Проигрывает Игру Окончательно Поэтому Самое обидное Что когда ты Даже Тебе захватили Венецию Ты перехватываешь Обратно Все Она уже Не работает То есть Один раз Покоряется Да Да Этому глюку Лет столько Сколько вышел Brave New World Зачем Зачем этот глюк Менять Никто ж Никогда не сообщал Фераксис О нем Ни разу Я уверен Тьфу Видео Секунд 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 Сп Is Продолжение следует... Ну, похоже, португалец ко мне не посадил шпиона, к сожалению. Наконец-то нацик я достроил, ура! В тайминге, в тайминге. Да, 108-й ход давно не строил, папе нацик. В тайминге, в тайминге, в тайминге. Мы с лагерем разберемся. Время обсерваторий. Так, а мечети только в поленке пока, да? Время обсерваторий. Как ты встретил немец Верванта? Блядька, что ты тут с ним сделал, Сириус? Что это вообще за обробу, блядь? Что он там своих этих генералов использовал? Да он все у него отжал, по-моему. Да нет, осталось там много. 8 жителей, по-моему, самое-то релевное. Смысл? Смысл, как бы, правила в том, что если человек ко мне не посадил шпиона, я понимаю, почему он не посадил, я же с ним декларацию дружбы объявил, посольство мы приняли, это значит, что... Я думал, он догадается, что я хочу с ним приват вести. Но он решил, что лучше куда-то в другое место. Так, я, пожалуй, тут постою, потому что тут может быть арбалет. Денисанец, слушай, твоя треемма вот просто запарила реально. Ща, 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 уплывай, вперед. Я вот прям плыву и поселом, и она прям вот... Ну, у нас все решается в диалоге, ты же знаешь. Ты сказал, я уплыву, все. Ты когда на линкорах, если что, приплывешь, я могу так сказать, и ты послушаешь, да? Зачем мне к тебе плыть, блин? Кстати, я еще раз вспомнил, что немец же имеет кучу производства с ГГшек. Я же тебе, Леша, говорил, что против будет, если там эмбарго на ГГ будет. А что по этому поводу думают рим и португалец? Просто, ну, это очень приличный, там, каждая ГГшек сколько? Плюс 5 процента? Это даже круче, чем деньги для Венеции. Я вот понять не могу, Сириус, ты давно за Немцей играл? Да, за Венецию. За немцей, за немцей. А, ну, относительно давно, а что такое? Морские караваны дают? Любые караваны в ГГшку дают, но максимум 15 процентов получаешь. А, нет, то, что 15, я прочитал, просто там непонятно, Trade Road, я просто думал, что... Не, подождите, там какие-то последние темы, что никаких не 15, там... То есть, каждый караван дает плюс 5. Максимум, можно ли караванов отпускать на фронт? Причем, самое интересное, что, если мне изменяет память, не просто для этого города, откуда ты послышишь, а вообще на все города, нет? Да, на все города, но максимум 15 процентов. Не, надо проверить. Посмотри, Лаки, у тебя сколько караванов бегает? Сколько караванов бегает. А я Гамзу еще не построил. А, точно, там уже только начинать надо. Но, смотрите, у него без Ганзы, смотрите, сколько у него производства. А он еще Ганзу построит и будет с городами-государствами торговать. Еды запасовсем нету. КОНЕЦ 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 да да и сериус прямо реакциях итальянский сапог здесь практически спец марика 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 надеюсь ухо мне хочет купить его ланца мне кажется он туда не потянется на этом пока все продолжение надеюсь появится на канале завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы засорили до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры до конца до конца до конца ма